В пятницу департамент спорта и молодежной политики Ивановской области подвел итоги 2017 года. Продуктивность работы департамента измеряется в количестве завоеванных медалей. За год копилки многих федераций пополнились драгоценным урожаем. В департаменте даже составили своеобразный рейтинг. В группе олимпийских видов спорта первое место знала «Сенераторство» «Андон», второе место – «Художественная гимнастика», третье место – «Спортивная борьба», информация о первой десятке также представлена на слайде. Среди неоликвистых видов спорта первым стал «Сенераторство» 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 «Каратэ», в следующем за ним расположился представитель Восточного и Миногорства, а замокнут проект «Федерация» «Сенераторство». В 2017 году произошло событие, которого не случалось в регионе более шести лет. Двое спортсменов из Иваново были удостоены звания «Заслуженный мастер спорта». Это Сергей Боровикин и Тигран Калян. Оба в «Каратэ-спорт глухих». Звание «Мастер спорта» удостоены еще 33 спортсмена. Но золотого урожая не будет, если не подготовить для этого почву. Сейчас в регионе ощущается дефицит спортивных объектов. Многие стадионы и спорткомплексы нуждаются в модернизации или реконструкции. Так в ушедшем году ценой неимоверных усилий нам удалось изыскать в бюджете области средства размера 4,4 миллионов рублей на ремонт кровли и спортивного зала для борьбы комплекса «Спартак». В настоящее время «Спартак» является крупнейшей из наших областных школ. В ней имеется 8 отделений. Селекционируются три вида спорта, которые являются базами для нашей региона. Работа здесь не завершена. Требует обновление еще стадион и фасад здания спортшколы. Стоимость работ порядка 45 миллионов рублей. Важно также завершить возведение спортивных долгостроев, дворца игровых видов спорта в Иванове и физкультурно-оздоровительного комплекса в Родниках. Только тогда регион сможет возобновить участие в государственной программе развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и обеспечить строительство новых объектов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.